Здрасте, Нина. Здрасте. С наступившим вас. Да, спасибо большое. Наконец-то. Наконец-то наступивший новый год. Наконец-то. У вас есть надежда? Что-то будет лучше? Да. У меня были сомнения, что он наступит как-то вот, ну, не знаю. Взял, взял, наступил. Сейчас, одну секундочку, простите. Сейчас, извините, у меня тут просто компьютер не работает. Диверсия, Сергей Владимирович, в прямом эфире. Ура! Ура! Вот они, вот они, американские хакеры, нашли болевую точку Кремля. И по тем бьют Сергей Владимирович. Нет, нет, послушайте, они бьют ровно туда, куда хотят. Они, как это, точечный удар. Куда хотят, но не туда, куда надо. Я-то что сделала? Может быть, это по вашей просьбе происходит, Сергей Владимирович? Вы же это самое, вы YouTube смотрите, там же написано, эхо-масковые финансируются российским правительством. Они бабах! Ну, скажите им, пожалуйста, пару. Вот, ну, смотрите. Эхо-масковые финансируются российским правительством. Вот что у Венедиктов возьмёт и не поправит. Фейк-ньюс! Фейк-ньюс! Ну, так вот, Венедиктов должен залезть в Википедию и поправить эту надпись и подписаться, что это он исправил, что не финансируется российским правительством. Как Бортников прямо на экране подписаться, да. Чтобы всё там поверили. Да, а так вот, весь мир знает, весь мир знает, что вы агенты Кремля. Ой, а вы только поддерживаете этот миф, Сергей Владимирович. Кого? Ну, вы зачем поддерживаете этот миф? Я поддерживаю интерес к нашему разговору. Ладно, договорились. С этим я согласна. Это допустимые условия, скажем так. Вот, да. Я тут смотрела ваше новогоднее обращение, поздравление, где вы нашли эту несчастную тележку, Сергей Владимирович, с которой вы так нелицеприятно сравнили одно там государство. Ну, знаете, на самом деле, когда много ездишь в разные такие удалённые места, то иногда встречаются рарисеты. Вот, ну, знаете, вот я ходил мимо этой телеги, ходил, и вот как-то на неё не обращал внимания. А потом понял, что надо же как-то поздравить друзей, да, с Новым годом. И вот я вышел, встал, и пока начал говорить поздравления, у меня, смотрю, телега сзади меня. Ну, думаю, сейчас я как раз куда-нибудь её верну. Вредилась метафора. Ну, да, да. У меня, в общем, это не подготовленный экспромт. Вот, поэтому такой получился. Ну, хороший получился, хороший. А у вас, правда, какая-то надежда, что что-то изменится в лучшую сторону, Сергей Владимирович? Не, ну, я, знаете как, надежды не знаю, мне очень хочется верить. Я понимаю, что вот та система, которая есть, она вообще творение жизнеспособна. Она гораздо менее жизнеспособна, чем советская. Вот, потому что, ну, в Советском Союзе, там хоть как-то она, ну, так многослойная, да, осознанно способная. А здесь она вся вот, там, полупотолок пальца. Вот человек ковырял в носу, её руками под себя создавал. Это вот как костюм, там, на себя сшил. Ну, а вот отдал, вроде как, он весь, во всём на тебя похож человек, да, и стоит рядом. А ему всё равно здесь что-то перешить, там что-то перешить. Вот. И она дико неэффективная. Она, система, ну, в ней количество внутренней, вот это даже не фейк-ньюс, а фейк-информация, опираясь на которую они принимают решение, очень большое. Поэтому должна быть ошибка какая-то. Да, коррупция и некомпетентность нас спасут. Мы сейчас уже в эфире, Сергей Владимирович. 17 часов и 6 минуты, от радиостанции «Эхо Москвы», программа «Особое мнение». У микрофона Нино Расибашвили. Мы приветствуем Сергея Алексашенко, экономиста с нами по скайпу. Сергей Владимирович, добрый день. Нино, добрый день. Зрители, слушатели, с наступившим Новым годом, со всеми праздниками. Нужно узнать хорошее настроение и всего хорошего в Новом году. — Знаете, вот главный редактор требует, чтобы мы начинали эфир с острых вопросов, но так как сегодня продолжается праздничная январская неделя, мы как раз перед началом успели с вами поговорить о надеждах, что что-то изменится. Давайте продолжим с места, на котором я вас прервала. Откуда у вас надежда, что что-то изменится в наступившем году, Сергей Владимирович? — Нино, я, наверное, немножко повторюсь, что вот не могу сказать, что у меня надежда, не могу сказать, что я, знаете, как готов палец, шляпу съесть, не знаю, что там голову дать на отсечение, на рельсы лечь и так далее. — Соответственно, мои ожидания, моя вера в то, что изменения должны произойти достаточно непредсказуемо и раньше, чем нам это кажется, они опираются на то, что существующая в России политическая система и экономическая система, в первую очередь политическая, она дико неэффективна, дико нерациональна и, по большому счету, держится на воле и сознании одного человека. А, соответственно, это такая вот ничем неограниченная монархия, у которой нет наследников и где главной задачей окружающей первое лицо Челяди состоит в том, чтобы ему понравиться, чтобы не вызвать его гнева. И отсюда вот всевозможные, ну, мы считаем, что это проколы, да, но на самом деле это абсолютно осознанные действия с тем, что ему поставляют fake information, да, то есть недостоверную информацию, я вообще не знаю, может ли такое быть, но вообще говоря, поставляют ему ложь, да, выдавая ее за достоверные факты или за, отчитываясь таким образом, там, отчитываясь ударами американских беспилотников о работе российской авиации. Вот, и в таком случае система, она обречена рано или поздно совершить какую-то ошибку, которая для нее станет критической. Вот когда там в ней нет никаких реальных скреп, да, когда нет внутренних сдержек и противовесов, когда нет каркаса, который устойчив к потрясениям, то такая политическая система, она вот внешне выглядит очень, как это, значимо, сильно, действительно в состоянии подавлять всех своих оппонентов. Но, по большому счету, это вот тот самый колосс на глиняных ногах. Он вроде как и большой, вроде как и тяжелый, но в какой-то момент может неожиданно для всех рухнуть. И этот момент, ну, чем дольше эта система существует, тем быстрее она наступает, наверное. А когда вы говорите об ошибке, вы говорите о политической или экономической ошибке? Ну, не но, в России экономическая ошибка – это ошибка политиков, да, то есть это одно и то же. В России, о чем ни начни говорить, это все политика, это все политические моменты, и поэтому, ну, скажем так, замораживание цен – это экономическое решение? Да, экономическое. Это экономическая ошибка? Да, это экономическая ошибка. Но по большому счету мы же понимаем, что это решение будет приниматься не министром экономики, не министром финансов и даже не премьер-министром, не к Рождеству будет он вспомнен, а будет приниматься президентом. А значит, это решение политическое. Поэтому, конечно, ошибка будет политическая. С одной стороны, можно заморозить цены, а с другой ввести огромное количество запретительных законов, которые осложняют жизнь во всех сферах. И не только, когда ты в магазин, например, заходишь, у тебя там какие-то проблемы, но нельзя выйти в одиночный пикет, нельзя ничего написать в социальных сетях, что может кому-то показаться клеветой. Это все-таки вопрос политического характера, разве нет? Нино, вы знаете, у нас с вами все-таки есть разница в возрасте, но все, что вы сказали, я все это дело видел. Я все это дело видел, когда ничего было нельзя, когда не было вообще социальных сетей, когда нельзя было в газете ничего не опубликовать, не пройдя через Головлит, и ты сдавал свою заметку в газету, и заметку две недели утверждали, не знаю, на каком уровне. Естественно, вопрос, что тебя пригласили на радио или на телевизор, не стоял. Когда запрещено было все и вся, запрещена была предпринимательская деятельность, тунеядство сажали в тюрьму, ну и так далее. Все это называлось Советским Союзом. Поэтому вот чем больше запретов, тем больше страна, система будет похожа на Советский Союз. А чем закончилось существование Советский Союз, мы все хорошо знаем. Поэтому как раз вот это же известное сравнение, что когда в системе нарастает давление пара, то реакция Путина и, в общем, стандартная реакция многих диктаторов – это закручивание гаек. То есть попытаться вот этот котел закрутить еще больше, чтобы пар ниоткуда не вышел. Но в конечном итоге это приводит к тому, что неожиданно в какой-то момент котел разрывает от внутреннего давления. Поэтому запреты, они не помогают сохранить систему. Они создают иллюзию того, что власть что-то делает. Они создают у власти иллюзию победы, иллюзию успехов. Но на самом деле это только ускоряет конец. Я думала, кстати, что одна из главных надежд к наступившим, так сказать, новым 2021-м, у вас связана с массовой вакцинацией, которая вот в России, если верите словам министра Мурашко, уже достигла миллиона человек. Как идет вакцинация, например, в Штатах, и успели ли вы привиться? Ну, первое, я считаю, что верить министру Мурашко нельзя. Так же, как вот, к сожалению, нельзя верить ни одному человеку от российского правительства, чтобы они нам не говорили про вакцинацию. Потому что у них цифры расходятся, у них данные не совпадают одни с другими. И мы помним, что в декабре Путин говорил, что вот там до конца года мы произведем полмиллиона доз вакцин, 450 или 480 тысяч, ну, какая-то вот такая величина. И очевидно, что этого недостаточно, чтобы привить миллион человек. Короче говоря, цифры не бьются, и не сильно похоже, что в России привит миллион человек. Но я бы сказал так, да, что по большому счету пока вакцинация идет не очень быстро практически во всех странах, где она началась. Быстрее всего она идет в Израиле, там за первые, меньше чем две недели, по-моему, за 12 дней было привито 10% населения. Вот все остальные страны, Россия, Китай, Великобритания, Германия, там есть страны Европы, где началась нового года вакцинация, они все на уровне статистической погрешности в диапазоне там около 1% плюс-минус сколько-то. Ну, а в Китае там последние данные, вот я сегодня с утра смотрел, там, по-моему, 4,5 миллиона, ну, при одномиллиардном населении Китая, ну, это вообще ни о чем, хотя в цифрах 4,5 миллиона, а в Израиле, не знаю, там 800 тысяч, вроде казалось бы, там почти в 6 раз больше, чем в попугаях в 6 раз больше. А как доля от населения, то получается вообще и не видно. Нет, ну, надо сказать, что Израиль тоже вышел на пределы своих мощностей, чтобы соблюдать такую скорость, у них просто не хватает уже вакцин. Не, но, все правильно, но, смотрите, вакцины закупали все, да, вот Соединенные Штаты Америки подписали контрактов вакцин, ну, достаточных, чтобы привить все население 3 раза. Да, то есть, если все вакцины будут поставлены, то каждый житель Америки сможет получить вакцину по 2 прививки 3 раза. То есть, вот, под 2 миллиарда доз вакцины. Вот, проблема-то состоит, на самом деле, во многом, как организован этот процесс. И здесь, вот, помните, там, условно говоря, там, март-апрель, мы изучали, какие страны, как включают локдаун, при каких обстоятельствах, какие ограничительные меры. И, соответственно, вот, там, ну, когда мы с вами говорили, с вашими коллегами, да, то мы говорили, а вот хорошо бы, чтобы в России сделали то же самое. Вот, посмотрите, как здесь. Вот, мне кажется, что сейчас, там, опять, не только российским властям, я бы сказал, что нужно очень серьезно относиться к тому, как организовывается вакцинация, и, там, пытаться найти хорошее в каждой стране. Ну, в Америке вакцинация идет, вот, на мой взгляд, плохо, да, и идет очень медленно, и очень неэффективно. И, с одной стороны, меня это удивляет, да, казалось бы, вот, страна первая, там, должны были до Нового года получить уже 30 миллионов доз вакцин, а триди-то меньше, там, 2 миллионов человек, там, 2 с небольшим, около 2, да, и, очевидно, что, вот, возможностями, там, гораздо больше, по крайней мере, дефицита вакцин не существует. Ну, да, а дальше начинаешь, вот, что называется, копаться в деталях. Вот, как Израилу удалось обеспечить 10%, да, вот, и, там, конечно, везде практически существует запись, там, везде есть приоритетные группы, пожилые, медики, врачи, дома престарелых и так далее. Вот, в Израиле, если в каком-то пункте прививок, вакцинации, выясняется, что к концу дня люди не пришли, и есть какое-то количество доз оставшихся, и чтобы они не испортились, но, грубо говоря, человек выходит на улицу и кричит, кто хочет принять, привиться вакциной, заходи, и, вот, соответственно, и получается так, что к концу дня ни одной неиспользованной вакцины не остается. А в Америке этого нет. В Америке, если ты привил того, кого, кто не входит в приоритетные списки, на тебя может быть штраф в миллион долларов, до миллиона долларов, понимаете? Вот разница в подходах. И там бюрократия, и там бюрократия. Но в одном случае бюрократия принимает решение, исходя из интересов населения, а в другом случае бюрократия принимает решение, исходя из того, типа, не сделаешь, не ошибешься. Да? Вот и здесь, и здесь надо смотреть. Смотрим дальше. Вот мы уже там хорошо знаем, что практически все появившиеся вакцины, они требуют двух прививок. Там есть надежда, что вакцина Johnson & Johnson, когда и если она там будет утверждена, там будет одна прививка. Соответственно, вы делаете первую прививку, через там 21 день нужно делать вторую прививку. Что делают в Америке? В Америке получили миллион доз вакцин, провакцинировали 500 тысяч человек, ну, там с какой-то погрешностью 100 тысяч доз вакцин пропало, а оставшиеся 400 тысяч или 500 тысяч их откладывают. И считается, что именно на эти вакцины через три недели придет человек, придут те же самые люди, которые будут провакцинированы, он провакцинирован, как уколы, уколы-то, да, которым сделают прививку. В Англии подход другой. В Англии считают, окей, нам пришел миллион вакцин, вот давайте миллион человек сразу отвакцинируем. А на то, чтобы люди пришли через три недели, у них была вакцина, мы начнем накапливать вакцины через 10 дней или через две недели, рассчитывая на то, что поставки будут идти беспроблемно. Потому что если возникнет какая-то ситуация, то в крайнем случае самолетом привезем, да, и доставим вакцину всем, кому нужно. Вот, и это позволяет Англии сильно опережать Америку вот в процентах от населения. При одном и том же объеме вакцин в Англии вакцинация идет гораздо быстрее, чем в Америке. Вот, но во всех странах, про которые мы сейчас говорим, и, собственно, про Евросоюз пока говорить тяжело, там только в Германии, по-моему, 130 тысяч получили прививки, а про остальные страны минимальное количество тоже сбои. Они начали только после Нового года, статистики нет. Но и по Англии, и по Израилю, и по Америке есть хорошая статистика. То есть вы можете посмотреть, что происходит в Оклахоме, что происходит в Индиане, в Айове и так далее. То есть никто не пытается скрыть информацию. Вот в чем принципиальная разница с российскими властями, что вот они врут. Вот стоит Голиковой, Мурашко, Поповой и Мишустину назвать четыре разные цифры, да, по одному и тому же вопросу. И вы понимаете, что верить никому нельзя. Ну, то есть просто нельзя. И после этого это и есть вот доверие, доверие к правительству, доверие к вакцине, доверие к тому, что они делают, доверие к перспективам. Вот. Но это такой длинный ответ, как идет вакцинация. Теперь короткий ответ в первую часть вопроса, есть ли надежды, связанные с вакциной, да. Вот если вакцинация будет идти с той скоростью, с которой она началась, ну, давайте посчитаем, пусть хорошо там, не знаю, там, вот давайте поверим, давайте поверим мурашки, что за месяц привито миллион россиян, провакцинировано. Значит, миллион россиян – это чуть больше полупроцента населения. Значит, чтобы сформировался то, что называется там стадный иммунитет, нужно там, ну, 75%. От 147 миллионов – это получается 110 миллионов. Значит, если мы будем в месяц по миллиону человек вакцинировать, то нам понадобится 110 месяцев. 110 месяцев – это сколько лет? – Достаточно, скажем так. – 9 лет. Вот после этого вопрос, с такими темпами вакцинации, про которые, вот опять поверил, я мурашки, вот, что называется, даже не подвергаю сомнению его цифру. Я очень хорошо понимаю, что с такими темпами вакцинации никаких надежд оптимистических, связанных с вакцинацией на 2021 год быть не может. Ну, потому что недостаточны такие темпы. Ну, вот явно недостаточны. А дальше, там, вот, ну, будущее, вот если бы у нас была такая, ну, скажем, мечта, да, и у нас была мечта, у нас было бы демократическое государство, то оппозиция бы встала и сказала, так, ну-ка, министры, объясните, в чем проблема? В чем проблема? Вы говорили, что вакцина есть, вы ее утвердили. Почему мы не можем вакцинировать, там, 10 миллионов человек за месяц? Почему мы должны только миллион? А скажите, пожалуйста, а вот вы там в Венгрию, в Венесуэлу, в Аргентину, еще куда-то представляете? Нет, Сергей Владимирович, там не срослось, да. В Антарктиду, для пингвинов, неважно, куда-то вы поставляете вакцину. Скажите, пожалуйста, это мы ее производим, это российские предприятия? А скажите, пожалуйста, а кто принял решение, что сначала мы поставляем вакцины на экспорт, а потом для своего населения? Ни одна страна так не делает, да? Вот если бы была оппозиция, то она бы сейчас, я не знаю, мурашка и Мишустина трясла бы в Государственной Думе, не переставая. Через каждые 15 минут выходил бы следующий, из них бы вытрясли там все, они бы уже там точно бы врать, точно бы перестали. Но, к сожалению, этого не происходит, поэтому нам остается только обсуждать. Единственное, я могу такую цепочку вам предложить на обсуждение. В принципе, запись доступна, и нет такого, что люди ломятся, расталкивают друг друга в поликлиниках, чтобы вот подставить как можно скорее свое плечо для этой спасительной вакцины. В России, конечно, к сожалению, репутация у спутника, она не очень хорошая, скажем мягко. И пропаганда, которая могла бы, наверное, людей заинтересовать и как-то убедить их в эффективности, она скорее все свои силы тратит на то, чтобы там сказать что-нибудь плохое про зарубежные вакцины. Да, вот здесь, значит, сначала поставим точку. Но, с другой стороны, например, всячески пытаются стимулировать людей, там, тех же пенсионеров, например, обещают им разблокировать социальные карты, чтобы они, наконец, смогли уже выходить из дома и нормально там передвигаться и не тратить лишние деньги на транспорт и так далее. Вот в Штатах, например, как убеждают людей в необходимости вакцинации? Есть ли какая-нибудь компания? Проводится ли она через СМИ, не знаю, или, может, через другие каналы? В отсутствии от России в США нет государственной пропаганды, нет государственного телевидения, нет государственного радио, нет государственных интернет-каналов. Поэтому вот такой компании пропаганды в российском смысле слова, конечно, нет. Но, тем не менее, есть большое количество экспертов, специалистов, которые постоянно высказываются на эту тему, говоря о том, что это необходимо делать, говоря о том, что это нужно делать. Вот, например, ну, не знаю, там, вы скажите, то, что Джо Байден пошел и перед камерами сделал себе прививку, это пропаганда? В каком-то смысле, да. В каком-то смысле, да. Но он, что называется, личным примером. А когда Владимир Путин сидит в бункере и сначала говорит о том, что, вы знаете, там, вакцина не утверждена для моего возраста, а потом, когда утвердили для его возраста, Песков сказал, вы знаете, Владимир Владимирович еще думает, нужно или не нужно прививаться. Ну, а что должны думать российские россияне, да, там, российский, извините, российский пенсионер. Ну, и, слушайте, ну, вот президент не хочет колоться этой вакциной, ну, то есть, значит, с ней что-то действительно не так. Вот самая хорошая пропаганда для спутника, это вот Путину пойти лично и уколоться, да, и вот перед экраном, я не знаю, там, и каждые 15 минут по телевизору в течение, там, месяца показывать, что вот Путин лично, там, провакцинировался, да, и, там, не знаю, каждый день говорить, а вот у Путина температура повысилась, там, 37,2. Владимир Владимирович, как вы себя чувствуете? Ну, знаете, вот там здесь что-то ломит, рука немножко побаливает, голова как-то не очень свежая. Владимир Владимирович, а это на третий день? Ну, слушайте, замечательно, никаких последствий, да? Вот это пропаганда? Да, пропаганда. Но это самая лучшая пропаганда, которая может быть, потому что все остальное, ну, это от лукавого, да, потому что, к сожалению, вот в таких вещах, когда речь идет о своем собственном здоровье, о том, доверять российским врачам или не доверять, доверять российской вакцине или не доверять, ну, вот лучше, чем личный пример, вот то самое, там, сарафанное радио, да, вы ничего не придумаете. Поэтому, если бы в российские власти хотели, чтобы вакцинация стала успешной, ну, они просто бы лучше называть, там, всех чиновников, всех министров выстраивали бы в очередь, и, не знаю, там, у нас же их, там, дофига государственных случаев, там, 1 миллион человек, ну, вот всех их, там, просто выстраивать в очереди, чтобы они, там, во всех городах видели, а вот стоят у нас чиновники на вакцинацию, они все хотят, ну, слушайте, они, видать, не дураки, если они все вакцинируются, значит, они что-то хорошее про эту вакцину знают. Было бы желание. У меня ощущение, что вот перед российской пропагандой никто не ставил задачи добиться того, чтобы население шло и записывалось на вакцинацию. Это особое мнение с экономистом Сергеем Алексашенко в эфире радиостанция «Эхо Москвы», в YouTube-канале «Эхо Москвы» и даже в Яндекс.Эфире. А Дональд Трамп, он не прививался или он сейчас занят битвой из-за голоса и из-за Сената? Не, но Дональд Трамп переболел, вот, если вы помните, он еще там до выборов, да, у него там, по-моему, недели за две, за три до выборов он переболел. Да, но ученые, наоборот, говорят, что нет ничего страшного, даже переболевшему человеку сделать себе еще раз. А зачем? На всякий случай. Нет, нет, ну, слушайте, вот пока я такого не слышал, честно говоря, то есть никаких рекомендаций, что переболевшие люди должны делать себе вакцину, вакцинацию, ну, я пока такого не встречал, поэтому, ну, наверное, ничего страшного не будет, но смысла в этом нет. Да, поэтому, конечно, там Дональд Трамп не собирается вакцинироваться, ну, и, наверное, ну, так же, как там Михаил Мишустин, да, вот, обратите внимание, что я не предложил Мишустину пойти и привиться, но потому что он уже переболел, ну, чего ему прививаться-то? Вот, вроде как у него все в порядке должно быть, ну, по крайней мере, против этой модификации вируса. Да, там, если к нам придет, наверняка уже пришел там где-нибудь по России, потихонечку бродит вот эта английская модификация или там ЮАРовская, не знаю, южноафриканская модификация вируса, которая распространяется быстрее, но просто там количество зараженных пока очень маленькое, его не видно. Да, но посмотрите на статистику, какой выстрел произошел в Великобритании, ну, очевидно, что там закрыли границы в Великобританию гораздо позже, чем произошел этот выстрел. Вот, поэтому я думаю, что вот эта вот новая модификация вируса, она придет, вот, и пока говорят, что существующие вакцины против этой модификации вируса работают. Но это не исключено, что, там, когда, опять возвращаясь к разговору, оптимистические надежды, пессимистические надежды на этот ГОС, ведь вот, в принципе, там, коронавирус, он может мутировать, как вирус, ну, например, как вирус гриппа, да, и там через, там, год-полтора трансформироваться и стать таким, что ни одна действующая вакцина против него не будет работать. И тогда все по новой. Опять нужно создавать новую вакцину, опять там проходить, не знаю, 10 месяцев испытаний и утверждений. Ну, вот, поэтому вот пока при нынешнем вирусе, там, Дональду Трампу, Михаилу Мишустину, а также Марису Джонсону прививаться не надо. То есть Трамп сейчас может полностью... там, на битве голосов за Сенат и пытаться как-то республиканцев протащить. Дональд Трамп полностью сконцентрирован на политической борьбе, но только он не борется за места в Сенате на выборах в штате Джорджия, которые проходят сегодня. Дональд Трамп абсолютно полностью сконцентрирован на попытке остановить победу Джо Байдена. Собственно говоря, завтра решающий и последний этап вот такой длинной избирательной гонки в Соединенных Штатах Америки, завтра обе палаты Американского Конгресса в час дня по вашингтонскому времени соберутся на совместные заседания и должны будут утвердить протоколы голосований выборщиков по штатам и, соответственно, подсчитать голоса. Это вот такая официальная последняя процедура, после которой объявляется, что победителем официальным, то есть, помните, Путин говорил или Песков, когда там будут объявлены официальные результаты выборов, вот официальные результаты выборов будут объявлены завтра. Представляете, в Америке мы 3 ноября проголосовали, аж только 6 января, 2 месяца, требуется, чтобы подвести результат. Двухкомпонентные выборы какие-то, да. Сегодня одна, завтра другая, да. Да, ну и, собственно говоря, там все надежды Дональда Трампа, ну, то, на что уходит вся его энергия, ну, человек категорически не согласен принять решение или согласиться с тем, что он проиграл выборы, при том, что, ну, вот все, что называется, стоящие по бокам, говорят, ну, слушай, ну, уже все, ну, уже вообще нет ничего. Ну, вот, соответственно, завтра будет предпринята попытка не то, чтобы сорвать, да, а добиться, ну, пока все говорят о том, что это будет процедурная отсрочка. Там же механизм устроен следующим образом, что объявляется, условно, там, штат Индиана. Результаты голосования коллегии выборщиков победил такой-то. Если один сенатор от штата Индиана и один член палаты представителей от штата Индиана говорят, что они с этим не согласны, говорят, мы не согласны. Вот достаточно двух голосов, одного из сената, одного из палаты представителей, то после этого палаты расходятся на отдельные заседания и начинают голосовать по этим штатам. Вот такой перерыв может, там, часа на два продлиться. Да, и, соответственно, вот на сегодня, на сегодня на стороне Трампа 13 сенаторов, то есть по 13 штатам может быть такая процедура. Но это означает, что вот с какой-то очень высокой степенью вероятности, соответственно, вот завтра, 6 января, процедура утверждения победителя выборов может не закончиться, а перейти на 7 января. Ну, так себе отсрочка, честно говоря. Ну, так себе отсрочка, но, знаете как, там, надежда умирает последней. Вот, мне кажется, что вот надежда, то есть на что идет энергия Дональда Трампа, это на то, чтобы каким-то образом не утвердить там результаты выборов в ключевых штатах, а вдруг, знаете как, а вот вдруг оно случится, и вдруг там вот палата представителей, вдруг сенат там встанут на мою сторону, проголосуют, поддержат. Ну, вот бьется, бьется за это. То, как сложатся выборы в сенат в штате Джорджия, мне кажется, его уже не сильно волнует, потому что, ну, по большому счету, он внес большой раскол в позицию республиканцев, когда еще, когда вот они там сразу в начале декабря, да, утвердили закон о новых компенсационных выплатах по 600 долларов, а Трамп сказал, что я буду его витировать, считая, что нужно не 600, а 2000. 2000, да. Да, да. И вот здесь он, что называется, подорвал позиции республиканцев, которые, ну, традиционно стояли на позициях такого бюджетного консерватизма, дал там право на удар демократам, которые воспользовались и приняли соответствующий законопроект в палате представителей. Ну, и теперь сенат, который, там, лидером сената является представитель республиканской партии, они не стали голосовать по тому вопросу. Ну, и, в общем, на республиканцев вся ответственность. И пока последние результаты опросов, что демократы выходят вперед. Прервемся на новости в программе «Особое мнение». Не, ну, видите, пишут, что нельзя записаться. В Московской области? Ну, смотрите, я сужу, я сама лично не записывалась, хотя вот как переболевшего у меня уже не осталось антител, поэтому я ссылаюсь, в частности, на Ирину Якутенко, которая молекулярный биолог, и очень часто у нас выступает по теме коронавируса. Она говорила, что не повредит тем, кто уже переболел, все-таки привиться. А про записи, вот сужу по словам коллег, которые записывались, которые уже привились на Эхи Москвы, таких людей становится все больше. Вот, возможно... Ну, не, ну, может быть, они записались еще до Нового года? Ну, то есть, я думаю, что, знаете, как на Новый год люди почесали репу, подумали, поговорили, поняли, что лучше привиться, чем не привиться. Сейчас все ломанулись. Ну, дай все бог. Я, потому что ситуация меняется, я надеюсь, что, в общем, как-то это... Вот вопрос вам, Сергей Владимирович. Почему не соврали, что президент привился? Чего испугались? Ну, не знаю. Я думаю, что это такой вопрос, что, ну, в луп, да, привился, не привился. Скажут, что привился, а он не привился, а вдруг после этого заболеет. Ну, всяко же бывает, да? Не спасет что-нибудь, кто-нибудь там это... Занесет ему вируса на ложечки для супа. Ну, кто, бог... Ну, короче говоря, вот... Сергей Владимирович, там люди по две недели сидят, ждут приема на всякий случай. Не надо. Там же будет таково. Знаете, человек предполагает, а бог располагает, да? Это правда. И поэтому все бывает в жизни. Вон там Гитлер прятался, прятался, да, потом пришел Шталфенберг, да, подложил портфель с бомбы, и... Скажем так, это была не главная ошибка в его жизни, хотя определяющая. Давайте начнем вот с того самого пресловутого повышения налога до 15%. Наконец-то вот эти 60 миллиардов, которые вы высчитывали в одном из предыдущих эфиров, появится, Сергей Владимирович. В целом, можно поставить точку в этой истории? В России стало на одну проблему меньше? Не, ну, можно поставить точку, можно поставить многоточие, можно поставить вопросительный знак. Некоторые хотят поставить восклицательный знак. Вот, и здесь, я не помню, на этой, не на прошлой неделе, но позапрошлой неделе, ваш главный редактор как раз обсуждал эту проблему, да, и там Григорий Юдин высказывался, вот, по-моему, по последней, мне кажется, неделе. В пятницу, да, был Григорий Юдин. Да, 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 и я, на самом деле, хотел бы вернуться к этой теме, что называется, внести свою маленькую лепту в эту дискуссию, и разделить вопрос на несколько частей. Да, и, соответственно, вот первый вопрос. Решили проблему орфанных болезней, создали фонд, в котором соберется 60 миллиардов. В конце прошлого года, в самом конце, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что по итогам 2020 года федеральный бюджет не потратит 1 триллион рублей. Повторяю, 1 триллион рублей. Да, это почти 17 раз такой фонд, который планируют создать на лечение орфанных болезней. Обращаю внимание, что вот этот фонд, он начнет, он будет создан, ну, скорее всего, уже в 2022 году. Потому что подоходный налог, он по ставке 15%, будет взиматься с доходов свыше, там, 5 миллионов, да, а это, соответственно, там, накопленным итогом. Ну, короче говоря, а еще многие будут заполнять декларации, короче говоря, вот этих денег, вот в том механизме, который прописан в законе, не будет там до конца 2021 года. В то время как у Минфина денег, извините, выше крыши. И этот фонд, то, что не создано, это преступление, да, вот политическое преступление российских властей. Да, ведь Путина, Силуанова, Мишустина, Медведева, Голиковой, вот всех тех людей, которые, имея такие огромные деньги, гордясь тем, что мы не потратили целый триллион рублей, а перенесли, спасли его, сберегли, заложили в кубышку, вот говорить о том, что мы повысили налог из-за этого, ну, такое великое социальное решение, вот если бы не повысили, вы знаете, вообще бы страна умерла, потому что деньги просто взять неоткуда. Денег нет, и дети, вы держитесь. Вот это первая часть, да, соответственно, вот это все вранье про то, что без этого налога нельзя было решить эту проблему. Эту проблему нельзя было решить, потому что российская бюрократия, она не хотела решать эту проблему до какого-то времени, да, и вот только общественное давление заставило обратить внимание на эту проблему, на спасение детей. Вторая часть дискуссии связана с прогрессивным или непрогрессивным налогом. И здесь, ну, надо сразу сказать, да, что повышение ставки, введение второй ставки подоходного налога на людей с доходами там выше 5 миллионов рублей в год, это, вообще говоря, не сильно большая прогрессия. И здесь вот там моя позиция, о которой я уже когда-то говорил там в одном из своих видеоблогов, состоит в том, что не нужно путать прогрессивную шкалу, да, и прогрессивное налогообложение, вот даже при ставке 13%, при единой ставке 15%, 17%, 19%, при даже при ставке 25% в единой для всех можно сделать прогрессивную шкалу. Просто для этого нужно изменить налог необлагаемый минимум, да, и вот взять, например, сказать, что люди с доходами меньше прожиточного минимума, до 11 тысяч рублей там с копейками, вот они вообще не платят подоходного налога. Вот это сразу там треть российских налогоплательщиков вывела бы, ну там процентов 20-30, наверное, да, вывела бы из зоны у плательщиков налога. И тогда вот эта ставка применялась бы там 13, 15, 17, 19 и так далее процентов на доходы свыше этих 11 тысяч рублей. И вот тогда образовалась бы прогрессия. В принципе, для этого шкалу менять было совсем не обязательно, можно было изменить для всех. Вот, то, что было сделано, это, я, честно говоря, вот опять, это такая бюрократическая глупость. Знаете, как вот там Путин сказал Силуанову, Силуанов, нужно решить проблему орфанных болезней. Сколько стоит? 60 миллиардов. Силуанов, повыси налог, я тебе разрешаю так, чтобы собрать 60 миллиардов рублей в год. Владимир Владимирович, а любой налог можно повысить? Любой. Ну, Силуанов пришел в Минфин и сказал, ребят, вот мы можем повысить какой-нибудь налог, чтобы собрать 60 миллиардов. Дайте посчитаем. Ну, посчитали, получилось, что вот проще всего у вас подоходным налогом. Вот и все. Да, поэтому не было никакой задачи там введения прогрессивного налогообложения. Вот просто была бюрократическая, опять-таки, задача собрать 60 миллиардов рублей, которые в Минфине давным-давно уже лежали, лежат каждый год. И без проблем могли быть использованы и в 20-м, и в 19-м, и в 18-м, и так далее годах. То есть ничего для этого делать было не надо, кроме того, как Силуанову ручкой подписать приказ. Ну, раз уж вы сами вспомнили про эфир с философом Григорием Юдиным, который был в эфире «Людиостанции» в эту пятницу, он же там скорее говорил о социальной справедливости. Если мы снова возвращаемся к дискуссии о введении не плоской шкалы налога, а вот подоходной шкалы. Ну, то есть, чтобы... Прогрессивной. Прогрессивной, да, прошу прощения. Чтобы как-то больше было справедливости, чтобы больше были люди со сверхдоходами включены в жизнь страны и были более ответственны за будущее сограждан. Как... Что вы можете сказать в эту тему? В дополнение, возможно, или, может быть, вы хотите поспорить с Григорием Юдиным? Знаете, Нино, вот с Григорием Юдиным он в своем, как сказать, разговоре, в своем особом мнении изложил позицию, что в стране не должно быть богатых. Да, и давайте бороться с тем, чтобы у богатых было меньше богатства. При этом абсолютно непонятно, как будут решаться проблемы бедности. Ведь, знаете, вот одни пытаются проблему решить, чтобы не было в стране бедных, а другие пытаются решить проблему, чтобы в стране не было богатых. Вот Григорий Юдин, к сожалению, он стал предлагать решение проблемы, как сделать так, чтобы в стране богатых было поменьше, и для этого решение только одно – нужно у них побольше отобрать. А вот что будет происходить с бедными, Григорий Юдин почему-то обсуждать не стал. Вот мне кажется, что для начала нужно обсуждать проблему, что делать с бедными. И вот исходя из этой проблемы, а потом отбирать ли деньги у богатых, через подоходный налог, через прогрессивную шкалу, плоскую шкалу, с необлагаемым минимумом. То есть в моем понимании установить единую ставку 17 или 19 процентов и необлагаемый минимум 11 тысяч рублей в месяц – гораздо более эффективная мера для решения проблемы бедности, чем введение оставить 13, а для тех, кто получает больше 5 миллионов – 25. Нужно же понимать, что первая задача – это решение проблемы бедности, поднять доходы тем, кто живет бедно. А потом надо вспомнить, что на самом деле вот тот самый Владимир Путин, который собирается подписать указ о создании фонда, ведь именно он же предложил ввести еще одно исключение для богатых людей, чтобы они не платили налогов много. Помните, для тех, у кого есть контролируемые иностранные компании, что те, кто держит свои активы за границей, и вот если вы даже владение акциями своей компании «Рога и копыт» или «Макароносверлильный комбинат» или «Пельменелитейный завод» держите на Кипре, и у вас дивиденды идут на Кипр, то вот эти вот доходы, если они превышают, уж не помню, там сколько, там 40-40 миллионов рублей в год… Вы никогда этих денег в руках не держали, Сергей Владимирович. Короче говоря, вот вам там нужно заплатить 5-5 миллионов, заплати рублей в год, а дальше получай хоть 100 миллиардов. Да, вот никого не волнует. То есть вот на самом деле Путин уже освободил богатых и сверхбогатых, и просто богатых людей от каких-либо налогов. Он им сказал, ребята, для вас вводится система откупа. 5 миллионов рублей в год и свободен. Поэтому никакой задачи вот такой социальной справедливости через более высокое обложение подоходными налогами богатых людей у Путина не стоит. Поэтому вот я не знаю, Григорий Юдин, он так вот, что называется, дует в дуду, там, коммунистической партии, да, я не знаю, кто у нас еще там отобрать и поделить выступает, но точно совершенно вот Владимир Путин в его советах как-то не нуждается. У него другая точка зрения, потому что среди его друзей, личных друзей, друзей детства, там много миллиардеров, и они точно совершенно не хотят повышения подоходного налога. А если возвращаясь к вопросу о борьбе с бедностью в России, как-то вот мы все обсуждаем, обсуждаем, и никак не решается эта проблема. Про социальный контракт, который мы с вами тоже обсуждали в перерыве, с 2021 года как раз вот нуждающие семьи получили возможность использовать средства социального контракта на развитие уже там личного подсобного хозяйства, или получить там новое образование, или открыть ИП, это действенная мера, как вы ее оцениваете? Не, но само по себе, само по себе вот в изложении этой темы нормально, да, хорошо, когда люди с низкими доходами, ну, в России все доходы, в России, не знаю, медианный доход, половина населения получает меньше там 25 тысяч рублей на человека в месяц, да, что точно совершенно нельзя назвать высоким доходом. Вот, вопрос в том, а сколько они получают? Вот если вам на создание ИП дают тысячи рублей, ну, наверное, это вообще бессмысленно. Если вам на создание ИП дают миллиард, миллион, ну, то вроде как хорошо, да, вопрос только в том, где Мишустин столько денег возьмет. Вот, получается, проблема состоит в том, что про этот социальный контракт там ни вы, ни я не слышали. Вот как-то вот его разработали, утвердили, что с 21-го года он заработает, но, видимо, он будет работать так же, как и многие программы бюджетной поддержки, которые разрабатывает министр финансов Силуанов, которые формально есть, которыми фактически воспользоваться нельзя. И вот как там, не знаю, та же самая помощь компаниям и там малым предприятиям по коду АКВЭТ, да, когда вот выяснилось, что только 5% заявителей могли получить помощь, но потому что у них какие-то бюрократические тонкости, а не какие-то коды неправильные, ну, поставленные 5 или 10 лет назад, поменяли местами. Вот они в другой последовательности стоят. Вот если бы стояли в той последовательности, знаете, вот, то было бы все хорошо. А если в другой последовательности, то денег не дают. Вот, поэтому мне кажется, что вот этот социальный контракт, ну, как-то я не очень сильно верю, что он даст какие-то значимые результаты, но зато правительство будет говорить, а мы вот так поддерживаем бедных. А есть еще одна хорошая новость, как раз вот она буквально окрасила мой компьютер в красный цвет, потому что молнии приходят каждые две минуты, про индексацию пенсии выше уровня инфляции. Вот 32 миллиона человек теперь будут получать проиндексированную пенсию, составила эта индексация 6,3%, это тоже превышает уровень инфляции, обо всем об этом читался глава Минтруда Антон Котяков, и вот, казалось бы, да, такие красивые цифры. Средний размер пенсии по старости будет увеличен на 1039 рублей, и с учетом индексации составит 17 541 рубль. Честно говоря, мне сложно подобрать вопрос, чтобы вы как-то прокомментировали эту новость содержательно. Может быть, я чего-то не вижу, может, тут что-то глобальное происходит, я не могу за это схватиться. Ну, на самом деле, ничего глобального не происходит, потому что в России есть норма закона, которая утверждает, что пенсии должны индексироваться по инфляции. Кажется, в Конституции было написано, что даже выше инфляции. Инфляция в прошлом году составила примерно 4,2%, 1,1% еще точно никто, по-моему, не посчитал. Поэтому, ну как, выполнили требования закона. И с одной стороны, действительно, здесь даже и сказать, что особых новостей каких-то нет. Но для меня интересно другое. И проиндексированная пенсия будет по этому закону 32 миллионам пенсионеров. А в России пенсионеров, насколько я понимаю, то ли 41, то ли 42 миллиона, может, 44 даже. Вот, а вопрос, а с остальными что будет? Вот, то есть, вот, три четверти пенсионеров, хорошо, ребят, норма закона выполнена. А что будет с остальными пенсионерами? Им как? Им не проиндексируют пенсии? Или в эти остальные входят пенсионеры, министры бывшие, депутаты, полицейские, военные. У них пенсии будут проиндексированы на 25, например, процентов. Да, на самом деле, политические вопросы стоят вот в этом. Ребят, а с остальными что? Может быть, вы нам расскажете про остальных пенсионеров? Они-то что? Или они у вас пенсионерами не считаются? Вот как-то так, да? К сожалению, мы не можем с вами спросить Антона Котякова, но, может, кто-то из журналистов его спросит. Ну да, может быть, кто-нибудь из них даже слушает наш эфир и задаст соответствующий вопрос. Возвращаясь к молниям, про добычу и компромисс, который достигли Российской Федерации и Саудовская Аравия в феврале, добыча будет постепенно повышаться. Тут, опять же, согласно источникам, объявлен небольшой перерыв на этой встрече. И вот биржа уже отреагировала, обновив максимум на новостях о компромиссе между Российской Федерацией и Саудитами по добыче нефти. Тут тоже происходит ли что-то глобальное, или это в целом тренд, который мы наблюдали и в предыдущий, ну, как в предыдущий год, вот за 2020 год, там было много интересного, но у нас вот две минуты буквально до конца остается. Нино, ничего особенного удивительного или неожиданного не происходит. Все неожиданное произошло в декабре, когда была такая же встреча ОПЕК и России. По летнему соглашению, с 1 января добыча нефти должна была увеличиться там на 2 миллиона баррелей, но странные участники соглашения поняли, что мировая экономика, если получит 2 миллиона баррелей, то будет перехлест, и цены могут упасть. И договорились увеличить в январе, с 1 января на 500 тысяч, на полмиллиона баррелей, а в начале января в 30-е обсудить, что будет с февраля. А в начале февраля в 30-е, что будет обсудить с марта. И поэтому, в принципе, мне кажется, что все ожидали, что будет принято решение о дальнейшем увеличении добычи небольшое. Сколько там? 300 тысяч, 500 тысяч баррелей? На самом деле, не очень принципиально. А поскольку для России нефть – это наше все, и благополучие многих и семей, и министров, и бизнесменов, и олигархов зависит от цены на нефть, то, в общем, ничего удивительного в том, что как только появилась новость о том, что Россия и ОПЕК о чем-то договорились, биржи пошли наверх. Ну, в общем, все правильно. Тут как раз на этой самой бирже были и какие-то взлеты непонятные, и падения обратные, и рубль отыгрывал, и валюты отыгрывали. Ваш прогноз – доллар, рубль в оставшиеся 20 секунд, Сергей Владимирович. На самом деле, не очень просто. Потому что, с одной стороны, доллар ослабляется ко всем валютам, и вот если посмотреть на график на последние полгода, доллар слабеет к евро, к фунту, к валютам развивающихся стран. С другой стороны, российский рубль очень подвластен разговорам о новых санкциях, о новых ограничениях, о новых наказаниях. И поэтому, в принципе, рубль должен был бы укрепляться вместе со всеми остальными валютами, тем более, что нефть дорожает. Но если сейчас придет Байден, там 21 января ведет санкции против России, или Трамп, уходя, ведет санкции 19 января, то рубль ослабнет. Ну, послушайте, я не в состоянии предсказать ни того, ни другого. Спасибо огромное, говорим сегодняшнему гостю. Это был Сергей Алексеенко. Спасибо и всего доброго. Спасибо большое. Спасибо, всего доброго. Хорошего дня. И вам.